МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В частности, до статуса Министерства культуры повысили Управление по культуре и архивному делу. Из Управления спорта и молодежной политики отдельно выделили Министерство спорта. Самое большое Министерство строительства, транспорта и ЖКХ разделили на два. За транспорт теперь будет отвечать отдельное ведомство, тоже в статусе Министерства. И, наоборот, до статуса управления понизили два министерства, юстиции и имущественных отношений. Бывшая государственная инспекция края разделена на 4 с разной зоной ответственности. В целом в составе нового правительства края 21 человек. Это больше, чем было ранее. Вместо 8 у председателя правительства будет 9 замов. Но при этом не будет первого заместителя. Все назначения проходят в данные минуты. Ранее сообщалось, что в состав нового правительства края войдут 2 красноярца. 37-летний экс-руководитель аппарата правительства Красноярского края Иван Кибардин и 55-летний бывший зам-руководитель аппарата правительства Красноярского края Игорь Степаненко. Так ли это, расскажем в вечернем выпуске. Сегодня школьники села Кусак немецкого национального района не вышли на учебу. Образовательные учреждения закрывают на неопределенный срок. В Кусаке по-прежнему нет тепла. На календаре 22 октября. Ремонт котельной продолжается, говорят местные. К тому же в минувшие выходные на территории села произошло несколько порывов теплосетей. Фонтанируют. Это нас ждет на каждой улице села. По словам жителей Кусака, в этом отопительном сезоне трубы в их домах еще ни разу не нагревались. Люди используют обогреватели, а социальным учреждениям приходится закрываться. Прежде работу прекратили в детском саду, сегодня в школе. Вчера учительница позвонила вечером, сказала, что в школу дети не идут. В школе холодно. Сегодня у них будет педсовет, там будут решать, как. Ну, домашние задания будут, вот как у нас зимой уже было, вот ЧАЭС. Отправляли домашние задания, смс-ка. На прошлой неделе глава села Виктор Палкин сообщал, что тепло должны дать в четверг, 18 октября. Но отопления нет до сих пор. Новые сроки запуска котельной руководителю не озвучивают. И по словам Палкина, ситуации в селе в последнее время никто из районной администрации не интересуется. С триумфом вернулся из аргентинского Буэнос-Айреса гимнаст Сергей Найзин. Там Барнаулец завоевал сразу четыре медали различного достоинства на юношеских Олимпийских играх. Самолет Сергеем и его тренером на борту приземлился в Барнаульском аэропорту накануне вечера. В зале прилета в это время было не протолкнуться. Чемпионский дуэт встречали родственники, чиновники, журналисты. Прямо здесь же провели импровизированную автограф-сессию. Как признался юный гимнаст, за последние два месяца он очень соскучился по маминой еде. Любит манты и пельмени. В свою очередь тренер Сергей Степаненко рассказал, что из-за перелетов практически не спал и как можно скорее хотел оказаться дома. Через два года Найзин исполняется 19 лет, а ведь именно в 2020-м в Токио пройдут главные старты четырехлетия. Болельщики уже говорят, что именно Сергей заслуживает, чтобы представить нашу страну на этой Олимпиаде. Очень сильно поддерживали. На Европе даже такой поддержки нет. Очень сильно кричали за всех. Не только за Аргентиц, а за всех кричали. Там очередь была очень огромная. Там стояли люди на улицах и смотрели прямую трансляцию, потому что не могли попасть туда. Корреспондент наших новостей Ирина Корчагина стала одним из победителей международного фестиваля туристических и спортивных фильмов «Алтайский край. Место силы». Он прошел в минувшие выходные в Бийском районе. Фильм Ирины Корчагиной «Археологи без границ» занял первое место в номинации «Природа-экология». Снятый при участии телерадиостудии «Агу», он повествует о совместных раскопках российских и китайских студентов-археологов. Здесь работают и наши коллеги, китайские журналисты. Чтобы писать об археологии, им пришлось самим взять в руки лопаты и совочки. Действие фильма проходит на фоне красивейших пейзажей Чемальского района. Работа Ирины прошла строгий отбор. Ее соперниками были авторы более 70 картин не только России, но и Казахстана. Отметим, что фильм занимает первое место на разных фестивалях уже в третий раз. Сначала он победил на студенческой фесте 2018, а сразу за этим на всероссийском конкурсе «Корреспондент русского мира». В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Фиталакс – послабляющее средство на основе фруктов. Жевательные таблетки «Фиталакс» не требуют запивания. «Фиталакс» от «Эвалар» – выбор миллионов покупателей. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае возможен дождь, мокрый снег, ветер умеренный с порывами. В Зминогорске и Славгороде около 4 градусов выше нуля. А в Каменнобе и Заринске до плюс 5 в Барнауле днем не выше 4 со знаком «плюс». Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова